Здравствуйте, с вами компания FreshForex и Артем Гелий, рекомендации рынка Форекс на 10 февраля, валютная пара евро-доллар. В первую очередь необходимо отметить прорыв сопротивления 1.12.40 вверх на фоне повышенного объема. Восходящая тенденция, уже которую недель развивается на повышенных объемах, это говорит о том, что покупатели по данному рынку сильны. Кроме того, тенденция рост развивается в рамках краткосрочного восходящего канала, и пока данный канал по факту не пробит вниз, покупатели остаются сильны. На предстоящей торговой сеть ожидается коллекционное снижение цены в область уже поддержки 1.12.40 с последующим осколком цены вверх к уровню 1.13.35. В случае прорыва данного уровня вверх, перед покупателем откроется путь к 1.14.00. Фунт. Нисходящая тенденция по фунту, образованная от 1.46.45, краткосрочно приостановилась на 1.43.45. К данному уровню цена подошла на объеме и отскочила вверх. На предстоящей торговой сеть ожидается повторный тест 1.43.45. Если тест уровня будет сопровождаться консолидацией, то высоковероятность повторного осколка цены вверх для закрепления. Окончательный разворот нисходящей тенденции вверх покупателям нужно по факту закрепиться выше отметки 1.44.75. Прорыв данного уровня вверх позволит покупателям подойти к максимуму прошлой недели. Это отметка 1.46.45. Что касается альтернативного варианта, то только по факту закрепления цены ниже 1.43.45 можно будет рассматривать дальнейшее снижение цены в область среднесрочной восходящей линии тренда, от которой высоковероятность осколка цены вверх. Так, австралийский доллар. По австралийский доллар на сегодняшней торговой сети состоялся ложный пробой уровня поддержки 0.7.15. Ложный пробой сопровождался на объеме и привел к возврату цены за уровень. На предстоящей торговой сети ожидается очередной подход к уровню с переходом в консолидацию и отскоком вверх. Потенциальными целями рост рассматриваются отметки 0.7100, 0.7140 и возможен подход цены к 0.7170. Что касается альтернативного варианта, то только в случае закрепления цены ниже 0.715 можно будет рассматривать дальнейшее продолжение нисходящей тенденции к отметкам 0.6960 и 0.6930. Также по австралийску необходимо отметить, что среднесрочная восходящая коррекция от 0.6825 уже вышла из пределов среднесрочного восходящего канала. Это уже говорит в сторону разворота. Однако пока ключевая поддержка, это уровень 0.715 все еще не пробита. Поэтому если удастся закрепиться ниже уровня, можно будет рассматривать продолжение. Однако всего того, что сегодня ложный пробой, все-таки покупатели по данному рынку все еще сильны. Новозеландский доллар Нисходящая коррекция по новозеландскому доллару, образованная от 0.6745, приостановилась на уровне поддержки 0.6600. Тест уровня сопровождался ложным пробоем на повышенном объеме с последующим отскоком цены вверх. На предстоящей торговой сеть ожидается повторный тест уровня с переходом в консолидацию и отскоком вверх в область 0.6685. И в случае прорыва данного уровня вверх перед покупателем откроется путь к 0.6745. Также не исключается и альтернативный вариант, который предусматривает прорыв 0.6595 вниз с последующим движением цены в область нижней грань среднесрочного восходящего канала. Даль ожидается отскок цены вверх. Канадский доллар По канадскому доллару цена, не доходя до крепкого сопротивления 1.40000, краткосрочно развернулась вниз к уровню 1.3815. Тест уровня сегодня сопровождался небольшим ложным пробоем с последующим возвратом цены за уровень. Необходимо отметить, что по данному инструменту в настоящее время дальнейший ход цены зависит от двух уровней. Это отметки 1.40000 и 1.3815. В силу того, как закрылась предыдущая недельная свеча, все-таки ход движения цены более вероятен. Однако для этого покупатель по факту нужно пробить и закрепиться ниже 1.40000. Только в этом случае можно будет говорить об окончательном развороте нисходящей среднесрочной коррекции от 1.4690. С потенциальными целями роста выступят отметки 1.4165 и далее ожидает среднесрочный подход цены к 1.4320. Что касается альтернативного варианта, то только в случае закрепления цены ниже 1.3815 можно будет рассматривать продолжение нисходящей коррекции к 1.3625. От данного уровня высокая вероятность отскок вверх. Франк По франку необходимо отметить прорыв уровня 0.9785. Данный прорыв произошел на объеме, продавцы по данному рынку сильны. Также нисходящая тенденция развивается в рамках двухнедельных нисходящего канала. И пока данный канал не пробит по факту вверх, потенциал снижения сохраняется. На предстоящей торговой сессии ожидается краткосрочный рост к верхней грани канала, либо к уровню 0.9785 с последующим отскоком цены вниз. В настоящее время потенциальными целями рекомендуются рассматривать круглые отметки. Это уровень 0.9700, 0.9600 и 0.9500. Нисходящая тенденция по иене развивается на повышенных объемах. Следовать, продавцы по данному рынку все еще сильны. Далее. Пробита крепкая поддержка. 116.00. В настоящее время данный уровень уже выступает в сопротивлении. Нисходящая тенденция развивается в рамках краткосрочного нисходящего канала. И пока данный канал не пробит вверх, продавцы по данному рынку все еще сильны. Исходя из краткосрочной консолидации выше 114.30 может образоваться небольшая коррекция к уровню 116.00 с последующим отскоком цены вниз с повторным тестом 114.30. Рассматривать снижение цен с текущих позиций можно было только по факту прорыва и закрепления цены ниже 114.30. В случае прорыва перед продавцами откроется путь к отметкам 114.00 и 113.00. Итак, по рублю сегодня состоялся тест линии шеи. Это уровень 79.35. Линия шеи фигуры разворота двойное дно непосредственно первое дно от второго дно. В настоящее время пока еще не наблюдается уверенность на закрепление цены, однако судя по волатильности сегодняшнего дня, завтра ожидается прорыв к уровню, точнее прорыв к уровню с последующим движением цены вверх с целью 82.35. Так, золото. По золоту в первую очередь необходимо отметить, что цена подошла в область долгосрочной нисходящей линии тренда. Вот непосредственно сам линия тренда. И крепкого сопротивления это 1191. Волатильность сегодняшнего дня находится в пониженной зоне, что уже сигнализирует о послаблении тенденции роста. К тому же данная тенденция развивается на очень низких объемах, что сигнализирует о послаблении сит покупателей. Однако с точки технического анализа пока данная тенденция роста остается все еще сильной. И сейчас очень важно, как цена себя проявит в область долгосрочной нисходящей линии тренда. Просматривать уверенно продолжение роста можно будет только по факту прорыва линии тренда и уровня 1206. Только в этом случае ожидается последующий рост цены к среднесрочной цели 1233. Также необходимо отметить, что как правило рынок вот так вот резко не ходит и все-таки хотелось дождаться какой-нибудь более глубокой коррекции с последующим ростом цены вверх. То есть где-нибудь уже вблизи уровня, например 1142, искать точку входа на покупку, то есть после данной коррекции. Данной коррекции пока нет и даже подсигналов на ее образование тоже нет. Что касается четырехчасового графика, то в настоящее время наблюдается консолидация ниже уровня 1206. И цена уже немножко уходит за уровень 1191. Вот данный уровень, и он является сильным. Если же на предстоящей торговой сессии все-таки продавцы закрепят цену ниже 1191, то вполне ожидаемым станет коррекция к уровню 1177. Далее ожидается оскок цены вверх. По нефти ситуация немного лучше, чем по рублю, в то время как по рублю цена торгуется на линии шеи, это отметка 79.35. По нефти наблюдается уверенный пробой линии шеи 32.48. Линия шеи это ключевой уровень для фигур разворота двойная вершина. В настоящее время уже отработана ближайшая цель, это отметка 30.55. Благодаря прорыву 32.48 перерисовался нисходящий краткосрочный канал, в направлении которого наблюдает торговля. Для продолжения нисходящей тенденции продавца по факту нужно пробить и закрепиться ниже 30.55. В этом случае откроется путь для повторного теста уровня 27.60. Что касается альтернатив варианта, то в случае длительной консолидации цены выше 30.55, образуется небольшой коррекционный рост к отметке 32.48. Далее ожидает оскок цен вниз. На этом все. На связи был Артем Гелий. До скорых встреч.